Добрый вечер, дорогие товарищи! Сегодня очередное плановое занятие Министерства рабочих корреспондентов. Первое занятие – борьба за улучшение условий труда в ходе проведения в суд. Система оценки условий труда. Читаю тексту «Кандидат медицинских наук» Денис Борисович, пожалуйста. Здравствуйте, товарищи! Тему условий труда, борьбы за их улучшение, а также соут, то есть вопросы специальной оценки условий труда, мы уже в этой аудитории рассматривали. Неоднократно вопросы борьбы за улучшение условий труда, за нивелирование негативных последствий специальной оценки труда рассматривался на Российском комитете рабочих. Я хотел бы напомнить, как в 2014 году, когда соут только впервые была введена, еще нигде не проводилось, Российский комитет рабочих характеризовал ситуацию с условиями труда в Российской Федерации. Что было характерно? Высокий удельный вес рабочих мест с вредными условиями труда в структуре занятости, 54,6% от общего числа рабочих мест. Большим количеством рабочих мест с сочетанием нескольких вредных факторов или существенным превышением гигиенических нормативов по отдельным факторам. 33,75 млн. рабочих мест. Продолжающим ростом удельного веса работников, занятого во вредных условиях труда. Высоким уровнем производственного травматизма, профессиональной заболеваемости. И тогда уже высказывались опасения о том, что введенная в замену аттестация специальная оценка условий труда будет не улучшать, а ухудшать положение работников. Собственно говоря, все последующие годы, вся практика применения СОУД показала, что эти опасения были не напрасны. Итак, до 2013 года количество работников, занятых в производстве с вредными или опасными условиями труда, неуклонно росло. И это вызывало тревогу и Министерство труда, и Министерство здравоохранения и социальной защиты Российской Федерации. Но с 2014 года ситуация несколько стабилизировалась. А с 2017 года количество работников, подвергающимся воздействию вредных и опасных производственных факторов, снизилось настолько, что Росстат стал выносить данные с 2017 года в отдельные таблицы. То есть, так вот, напрямую открыть, сопоставить их невозможно. То есть, надо брать две таблицы и, так сказать, соединять их в одну, сравнивать отдельно. При этом, достаточно сложно сейчас вычленить, сколько же всего осталось рабочих мест с вредными и опасными условиями. Потому что, опять же, с этого времени дается статистика по отраслям производства. И какого-то обобщающего доклада, как в то время делал министр труда, по общему количеству мест с вредными и опасными условиями, мне обнаружить не удалось. Что происходит? Очевидно, что для того, чтобы действительно произошло такое улучшение условий труда, необходимо было произвести масштабное переоснащение производств, внедрить новые технологии, более безопасные машины, ввести автоматизацию, роботизацию и так далее. То есть, для того, чтобы минимизировать контакт человека с вредными и опасными факторами. Но мы не могли бы не заметить, что такая, так сказать, промышленная революция, новая, произошла в экономике России, потому что внедрение таких высокотехнологичных рабочих мест, оно должно было сопровождаться ростом производительности труда и, как следствие, ростом экономики, то есть, экономическим ростом. Чего мы с 2014 года не отмечаем, а скорее даже наоборот. Очевидно, причина такого значительного улучшения, так сказать, в кавычках, условий труда у работников, она кроется в чем-то другом. И тут напрашивается мысль, а не связана ли она с тем, что по-другому стали оценивать условия труда работников после 2014 года с внедрением в специальные оценки труда. И действительно, как говорится, дьявол кроется в деталях. И, несмотря на то, что сам закон, в общем-то, не содержал в себе таких уж, скажем так, ну, очевидно, дискриминирующих работников положений, но детали эти оказались в методике. То есть, методика специальной оценки труда принималась позднее отдельным пунктом, отдельным документом. И, соответственно, вот в этой методике как раз было и заложено то ухудшение положения работников, которое произошло. По сравнению с аттестацией, там было снижено количество измеряемых факторов, изменена методика, ряд показателей был оттуда убран. Ну и самое главное, что по сравнению с государственной аттестацией условий труда, вся эта оценка специальная, она была передана в руки частных организаций. И занимаются ей эксперты. Конечно, каждый эксперт, он должен пройти обучение, он должен получить, соответственно, аккредитацию. Сами организации должны доказать свое право заниматься этой деятельностью. При этом организации, которые проводят соуд, не обязательно иметь собственную лабораторию, она может заключить договор с какой-то другой лабораторией, которая осуществляет эти измерения. То есть, это на получение лицензии, на проведение соуд, напрямую не влияет. Почему же соуд оказался таким привлекательным, спецоценка оказалась такой привлекательной для работодателей? Изначально заложено в идею специальной оценки было провести действительно масштабное обследование рабочих мест, выявить действительные условия труда, соответствуют ли они негиеническим нормативам, принятым в Российской Федерации. Если не соответствуют, соответственно, установить класс опасности. И в зависимости от этого устанавливается как доплата и льготы работникам, так и определяется размер страховых выплат. Что мы читаем в статье 7.426 Федерального закона о специальной оценке труда. О специальной оценке труда. То, что является благом для работников, в общем-то для работодателя, оно является, наоборот, скажем так, лишними издержками. Применяются они для разработки и реализации мероприятий, направленных на улучшение труда работников. Никто не будет спорить, что это положительно влияет на самих работников. Информирование работников об условиях труда на рабочих местах, о существующем риске повреждения их здоровья, о мере защиты от воздействия вредных или опасных производственных факторов. И о полагающихся работникам, занятых на работах с вредным или опасным условием труда, гарантиях компенсации. Обеспечение средств работниками средствами индивидуальной защиты и оснащение рабочих мест средствами коллективной защиты. Осуществление контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, организации установленных в случаях медицинских осмотров работников. Установление работникам предусмотрено Трудовым кодексом гарантии компенсации. А дальше идет то, что, собственно говоря, дополнительно ущемляет работодателя и толкает его на то, чтобы предпринять, видимо, какие-то определенные действия, на то, чтобы проведение специальной оценки сопровождалось или заканчивалось установлением оптимальных или допустимых. Ну, на оптимальный редко кто идет, потому что это времена уже полный. А допустимые условия труда, то есть второй класс, устанавливаются повсеместно. Что это за пункт? Пункт 7. Установление дополнительного тарифа страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации с учетом класса, подкласса, условий труда на рабочем месте. Понятно, что чем меньше класс опасности, тем меньше надо платить страховых взносов. Расчеты скидок на добавок страховому тарифу на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве профессиональных заболеваний. Опять, меньше класс, меньше платить. Обоснование финансирования мероприятий по улучшению условий охраны труда. Решение вопроса о связи возникших у работников заболеваний с воздействием на работников на их рабочих местах вредных или опасных производственных факторов. И расследование несчастных случаев на производстве. Если у вас хорошие безопасные условия, то да, вы не подвергаетесь воздействию вредных и опасных факторов. То есть, вы заболели не из-за того, что работали во вредном производстве, а просто где-то в быту. Просто в быту. Или заболевание у вас развилось само по себе и не связано с вашей трудовой деятельностью. Ну и опять же рассмотрение, регулирование разногласий связанных с обеспечением безопасных условий труда. То есть, как видите, здесь при проведении столб интересы работников и работодателей они кардинальным образом расходятся. Потому что работники, которые действительно трудятся во вредных и опасных условиях труда, они, безусловно, заинтересованы в сохранении тех гарантий и компенсаций, которые им положены в связи с тем, что они подвергаются на рабочем месте действительно воздействию этих факторов. С одной стороны. С другой стороны, это и повышенная оплата труда, это дополнительный отпуск, это сокращенный рабочий день. Это определенная продолжительность рабочей смены, что тоже немаловажно. И все это, конечно, в интересах работников. Но, как мы знаем, при капитализме в первую очередь идет ориентация на получение прибыли, а для того, чтобы была прибыль, машины, как об этом писал Карл Маркс, ничего с этих пор не изменилось, машины должны работать круглосуточно. Если машина простаивает, прибыль уменьшается, меньше получает капиталист. Соответственно, желательно растянуть рабочий день до максимально возможных пределов. А вот установление класса опасности выше, чем 2, уже не позволяет удлинять рабочий день так, как этого хочется. Хотя, на самом деле, и позволяет, потому что, к сожалению, работники не очень за этим пристально следят. Очень за этим пристально следят. Также проведение специальной оценки труда используется для оценки уровня профессиональных рисков. Но, понимаете, что если у вас установили безопасные условия труда, никаких рисков у вас на работе нет. И вот здесь возникает, конечно, ряд противоречий с другими нормативными актами. Потому что, кроме специальной оценки труда и ее результатов, существует целый свод документов по касающейся охраны труда. Охраны труда. Да, это есть общие положения, есть положения отраслевые. Но я вам сегодня хотел бы рассмотреть на примере правила охраны труда на автомобильном транспорте, утвержденным приказом Министерства труда и соцзащиты Российской Федерации 6 февраля 2018 года. Что мы читаем в пункте 7? При эксплуатации транспортных средств на работников возможно воздействие вредных и или опасных производственных факторов. То есть, уже во вводной части мы видим, что есть возможность воздействия вредных факторов. Соответственно, при проведении СОУ мы не можем ограничиться просто декларацией этих рабочих мест водителей, рабочих мест водителей, как безопасность. То есть, заявить их, продекларировать, как это предусмотрено, 426-м законом, продекларировать их как соответствующим гигиеническим требованиям и, так сказать, на 5 лет забыть об этом. А потом это продлевается автоматически. Если ничего на рабочем месте не случилось, никто не заболел, так сказать, никому ничего не оторвало, или никто не погиб, вот эта декларация, она будет действовать и действовать и действовать. Собственно говоря, и результаты СОУ тоже будут продлеваться автоматически, если у вас ничего плохого на рабочем месте не произошло, а условия труда были признаны допустимыми. Что мы читаем в пункте 7? Какие воздействуют вредные и опасные факторы? Движущиеся машины механизма, подвижные части технологического оборудования, воздействие падающих предметов, острых кромок, заусенцев, шероховатости на поверхности технологического оборудования инструмента, повышенной запыленности загазованности воздуха рабочей зоны, повышенной или пониженной температуры поверхностей, оборудования материала, повышенной или пониженной температуры воздуха рабочей зоны, повышенного уровня шума на рабочем месте, повышенного уровня вибрации, повышенной или пониженной влажности воздуха, подвижности воздуха, отсутствия или недостаточности естественного освещения, что, кстати, по методике СОУ вообще никак не оценивается, наличие естественного освещения, физических перегрузок и нервно-психических перегрузок. Понятно, что ряд этих факторов является неустранимыми. То есть, если человек работает с машинами и механизмами, он неизбежно сталкивается с наличием движущихся частей. Кроме того, работа водителем, она неизбежна, связана с наличием нервно-психических перегрузок. Почему? Потому что, понятно, что человек ездит не в сферическом вакууме где-то, не по кольцу, он ездит в реальной дорожной обстановке, он встречается с другими участниками дорожного движения и так далее. Здесь возникает масса всяких вопросов, которые уже делают невозможное выставление, если проводить все правильно оценку, выставление класса 2.0. Потому что эти факторы являются неустранимыми. Никакими средствами индивидуальной защиты, никакими мероприятиями эти факторы не нивелировать. Причем, соответственно, следующий пункт, которому возникает противоречие. Это необходимость проведения предварительного и периодических медицинских осмотров. Мы знаем, что такие осмотры проводятся в соответствии с порядком проведения обязательных, предварительных при поступлении на работу и периодических медицинских осмотров, обследования работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными или опасными условиями труда. Уже даже из самого заголовка «Порядка» понятно, что речь идет не о каких-то легких работах и безопасных, просто что, заботясь о здоровье работников, проводят периодические осмотры. Нет, это работники заняты на тяжелых работах или на работах с вредными или опасными условиями труда. Какие же производственные факторы встречаются у водителей согласно этого порядка? Это локальная общая вибрация, опять же, производственный шум, если он по условиям аттестации или отнесен к вредным условиям труда. Это инфразвук, та же самая повышенная или пониженная температура и так далее. То есть, все те факторы, которые мы видели в правилах охраны труда, мы их видим и в порядке проведения периодических и предварительных медицинских осмотров. Эти факторы, почему тогда при проведении соут зачастую эксперты не учитывают наличие этих факторов и выставляют водителям, причем не только водителям легковых машин, но водителям грузовых машин, специальной техники, а также машинистам, бульдозеристам, трактористам, все они, оказывается, занимаются легким трудом в совершенно безопасных условиях. Кроме того, возможны воздействия химических факторов. Это бензин, это окись углерода, сажа и так далее. У водителя электротранспорта присоединяется также воздействие электромагнитного поля. Опять же, следующий пункт, который указывает на противоречие между такой оценкой условий труда водителей как безопасный, это перечень тяжелых работ и работ с вредными и опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе 18 селей. Все то же самое, к таким работам относятся водитель трамвая, троллейбуса, водитель автомобиля, тракторист. Это утверждено постановлением правительства Российской Федерации номер 163 от 25.02.2000 года. То есть, правительство признает, что труд по управлению трамваем, троллейбусом, автотранспортным трактором относятся к категории тяжелого, а условия труда являются вредными или опасными. А вот эксперты, проводящие специальную оценку труда, не согласны с правительством Российской Федерации и, так сказать, свое субъективное мнение выдают за какую-то истину. Следующий момент. Гражданский кодек Российской Федерации. Статья 1079. Ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающий повышенную опасность для окружающих. В Гражданском кодексе есть понятие повышенной опасности для окружающих, есть понятие средства повышенной опасности. О чем гласит эта глава? Юридические лица и граждане, деятельность которых связана с повышенной опасностью для окружающих, используя транспортных средств, механизмов, электрической энергии, высокого напряжения, атомной энергии, взрывчатых веществ, сильнодействующих ядов и так далее, обязаны возместить вред, причиненный источником повышенной опасности, если не докажут, что вред возник вследствие непреодолимой силы или умысла потерпевшего. То есть, оно абстрагируясь от возмещения вреда, что мы можем извлечь с точки зрения условий труда? Что транспортные средства являются источником повышенной опасности. Для кого? Ну, очевидно, если речь идет, если прямо ориентироваться на эту главу, для окружающих. Но, значит, с другой стороны, оно представляет опасность и для того, кто его эксплуатирует, в том числе. Почему? Потому что, во-первых, он может нанести вред другим участникам, с другой стороны, другие участники дорожного движения, которые также используют средства повышенной опасности, могут нанести ему вред использованием этих самых транспортных средств. А также управление источником повышенной опасности, присутствие других источников повышенной опасности, создает нервно-психическое напряжение. То есть, человек чувствует свою ответственность за жизнь и здоровье других людей. Соответственно, это создает определенную перегрузку. То есть, это увеличивает напряженность труда. Отсутствие учета этих факторов при проведении специальных условий труда не только ведет к необоснованному занижению класса опасности рабочих местных водителей, но и, по сути, противоречит уже Гражданскому кодексу Российской Федерации. Таким образом, эксперты, которые выставляют класс опасности 2.0 у водителей, тем самым они, так сказать, нарушают еще один, можно сказать, основоположный, следующий после Конституции, свод законов Российской Федерации. Дальше. Что говорит наука в отношении условий труда водителей? Мы сегодня немножко углубились, так сказать, в водителей просто для того, чтобы, в качестве примера, потому что понятно, есть работы, где наличие вредных и опасных условий не вызывает сомнений. Да, это списочные все работы, так называемые списки 1 и 2. Ну, например, добыча полезных ископаемых. То есть, понятно, шахтер за боем, он подвергается, он рискует. И там, так сказать, сейчас пока, ну, в общем, проведение соута, оно не сказалось, да, сильно на оплате, на компенсациях, но не само по себе, потому что профсоюзы горняков, профсоюзы шахтеров, они активно выступали, они занимали активную позицию по отношению к соут, не спускали все это на тормозах, поэтому не удалось там, в общем-то, сильно ухудшить положение работников. Вот там, где работники проявили пассивность, не участвовали в соут, не, так сказать, следили за проведением ее, да, и профсоюзы, которые просто подмахнули, что называется, ну, не профсоюзы, будем говорить, там, первичные профсоюзные организации на предприятиях, которые подписали все это, все эти карты. По сути дела, все вот эти, так сказать, инстанции виноваты в том, что у людей отняли рабочие, дополнительную оплату труда, отняли дополнительный отпуск, ну и в конечном итоге отняли здоровье, потому что последствия, как мы понимаем, достаточно плачевные. Не будем далеко ходить, в нашем городе в 2016 году в Медицинском университете, Северо-Западном государственном медицинском университете имени Мечников, была защищена кандидатская диссертация Суховой Яны Михайловны на тему «Оценка профессионального риска здоровью водителей специализированного транспорта». Автором были изучены условия труда водителей специализированного автотранспорта, транспортного парка, государственного санитарного предприятия «Водоканал» Санкт-Петербурга, что установили исследования. Профессиональные деятельности на водителей спецавтотранспорта ведущие воздействия, негативные воздействия оказывают факторы трудового процесса. По фактору фиксированная рабочая поза была признана вредность класса 3.1, а ведущим вредным производственным фактором оказалась повышенная напряженность труда, оцененная как вредной второй-третьей степени класс 3.2, 3.3, а также установлено, что для водителей характерен широкий спектр заболеваний, в том числе заболевания глаз, системы кровообращения и органов пищеварения, причем была установлена высокая степень именно профессиональной об условности этих заболеваний. Высокий риск гипертонической болезни, но также нарушение позвоночника, так называемой дорсопатии. То есть, научные данные подтверждают, это не единичная работа, я взял ее для примера. Хотя в последнее время не так много проводится исследование, как раньше, скажем так. Когда транспортники обратились в Нижегородский институт гигиены труда, они ответили, что 30 лет у нас лаборатория, которая занималась именно автохозяйством, работниками автотранспорта, она уже не существует. Но, тем не менее, они дали свою оценку по условиям труда. Так, значит, мы видим повышенный риск профессиональной заболеваемости, мы видим наличие вредности, установленное научным способом. и, наверное, при проведении спецоценки условий труда все эти данные были использованы. Как вы думаете, были использованы или нет? Нет. Совершенно верно, Виктор Иванович. Как вы догадались? Ну, мы понимаем, что наука, так сказать, при капитализме, она служит в интересах работодателей. И если выводы, которые делают научные работники, они, скажем так, противоречат интересам, то, естественно, никто их использовать не будет. Ну, так и оказалось. Согласно сводной ведомости результатов проведения спецоценки условий труда филиала ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» «Транспорт» и «Логистика», это как раз 15-16 год, у всех водителей автомобиля, машинистов-экскаваторов, машинистов-буровой установки, трактористов установлен второй класс условий труда. Отлично. Второй класс условий труда. То есть, практически в то же время, когда проводилось исследование, но оно было завершено уже как одно время, но тем не менее, исследование проводилось на основании анкетирования, на основании изучения медицинских карт, на основании изучения реальных условий, так сказать, работы. То есть, все эти данные были и у профсоюза, и у работодателя. Ну, класс условий труда был установлен два. Так. Ну, это, так сказать, может быть, такая седая древность, уже время-то идет. Вот, например, в прошлом году принято отраслевое соглашение по автомобильному городскому наземному пассажирскому транспорту Российской Федерации на 2020-2022 год. Что оно гласит? Работодатели в организациях автомобильного городского наземного пассажирского транспорта обязуются соблюдать правила по охране труда на автомобильном транспорте, утвержденным приказом Минтруда России от 6 февраля 2018 года, номер 59. Следующее. Применять при проведении специальной оценки условий труда на рабочих местах всех водителей транспортных средств в положении приказа Минтруда России от 30 июня 2017 года, номер 543, об утверждении особенностей проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах водителей городского наземного пассажирского транспорта общего пользования. На этом приказе надо остановиться подробнее. Этот приказ явился результатом активной позиции общероссийского профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства, который после анализа практики проведения соут на рабочих местах водителей в ряде регионов Российской Федерации выявил несоответствие реальных условий труда, установленных к классу вредности, что привело к необоснованному массовому снижению класса вредности на рабочих местах по сравнению с результатом ранней действующей аттестации и за отсутствие учета многих вредных факторов, сопровождающих труд водителя пассажирского транспорта. В 2015 году ЦК профсоюза написал письмо за номером ОТ-238 в адрес Минтруда России, где выразило беспокойность существованием таких рисков и несоответствием методики проведения специальной оценки труда реальным условиям труда водителей. Все это возымело действие и позиция профсоюза была поддержана Министерством транспорта Российской Федерации, Российским автотранспортным союзом, Минтруда и Соцзащита Российской Федерации. И в 2017 году эти особенности были утверждены. Достаточно много того, что было изложено в письме профсоюза транспортников, оно вошло в эти особенности. Что туда вошло? Какие производственные и вредные факторы должны обязательно испытываться при проведении специальной оценки труда? Это ШУ, это электростатистическое поле для троллейбуса в трамвае, виброакустические факторы, параметры микроклимата, тяжесть трудового процесса, рабочая поза, работа в вынужденном положении и напряженность трудового процесса. Это длительность сосредоточенного наблюдения, то есть необходимость постоянного наблюдения за проезжей частью, салоном транспортного средства. Это плотность сигнала и сообщение в единицу времени. Нагрузка на слуховой анализатор, активное наблюдение за ходом производственного процесса и нагрузка на голосовую опару. Идеще всего это о том, что там приходится озвучивать, если нет автоматического средства, значит остановки называть. А что относится к объектам одновременного отделения? Здесь, даже когда я это читал, мне показалось, что работа водителя уже даже сближается с работой авиадиспетчеров, потому что авиадиспетчер одновременно наблюдает множество сигналов и соответственно на основании этого была определена напряженность трудового процесса, что позволило профсоюзу авиадиспетчеров в общем-то продвигать достойную оплату труда и график работы и так далее. Но они действовали сплощенно, они действовали сообща, они действовали не смотря на то, что у них было меньше возможностей для проведения тех же самых коллективных действий, чем у водителей, которые во многом, ну в ряде организаций они ограничены, но тем не менее, у них есть возможность проведения таких действий. Тем не менее, авиадиспетчеры добились успеха, а водители пока не добились. Относится к этим сигналам наблюдаемые водителями дорожные знаки, сигнал светофора, дорожная разметка, световые и звуковые сигналы других транспортных средств, сигналы регулировщика, пешеходы, пассажиры входящие и выходящие, показания индикаторов на панели приборов, специальные путевые сигналы, если речь идет о пассажирском транспорте и так далее. То есть масса сигналов, которые одновременно водитель должен наблюдать во время движения. Не только наблюдать, но и реагировать на них в соответствующем уровне правильно, чтобы не нанести вред ни пассажирам, ни другим участникам дорожного движения. И все это в условиях труда, такие же, как у бухгалтера, начальника отдела, инженера и так далее. То есть людей, которые, скажем так, сидят в офисе и, конечно, тоже вынуждены следить за определенными сигналами, например, конца рабочего дня. Но, тем не менее, количество этих сигналов значительно меньше поступает в единицу времени, чем у водителей пассажирского транспорта. Как вы понимаете, значительная часть этих сигналов, ну, за исключением пассажиров, она наблюдается у водителей других транспортных средств специальных, то есть специальные машины того же спецавтотранспорта, они тоже имеют все индикаторы, да, естественно, наблюдая за участниками дорожного движения, также водитель должен. Кроме того, если это спецтехника, необходимо также управлять еще и навесным оборудованием и следить за его работой, потому что оно представляет еще дополнительную опасность, например, источник дополнительной опасности, те же самые там средства для уборки и так далее. Значит, что еще в этих особенностях? Согласно классу пункту 9, если по напряженности трудового процесса условия труда признаны вредными, то итоговый класс-подкласс повышается на одну степень в связи с осуществлением водителем профессиональной деятельности в условиях дефицита времени с высокой значимостью возможной ошибки, возможности возникновения особых дорожных ситуаций, способных создать риск для жизни и здоровья других лиц. в 2020 году уже отреагировали эксперты-соут и работодатели на необходимость приведения процедуры специальной оценки труда в соответствии с отраслевым соглашением. Ну, вряд ли. Вы как в воду глядели. В 2019-2020 году в ООО «Коломярское», Санкт-Петербург было проведено соу. Ну, в 2019-м мы опустим все-таки. Там еще не было принято трансовое соглашение, поэтому это простительно. А вот в 2020 году уже непростительно такие ошибки. Рабочие места водителей автомобилей, погрузчиков, трактористов, машинистов кранов и других были признаны допустимыми в основном второй класс условий труда. О всем этом вы можете узнать из открытых источников, открыв сайт ООО «Коломярское». Там в разделе «Документы» размещена сводная ведомость результатов специальной оценки труда и приведен перечень, также список мероприятий по улучшению условий труда. По 426 ФСЗ все работодатели, которые провели СОУД, обязаны на своих официальных сайтах эту информацию размещать. И все, кстати, размещают. Там, где они размещают, в общем-то, это является доказательством того, что СОУД, к сожалению, повсеместно проводится с большими нарушениями. Причина этого бедствия – пассивное отношение к проведению СОУД как работников, так и выбранного органа первичной профсоюзной организации. А между тем, класс 2 по условиям труда – это не просто цифра. За ним стоит недополученная заработная плата, удлиненный рабочий день, сокращенный отпуск и потеря здоровья. Почему это так? Статья 147 ТК РФ. Оплата труда работников, занятых на работу с вредными или опасными условиями труда. Размер, минимальный пример повышения оплаты труда составляет 4% от тарифной ставки, если в коллекционном договоре не прописан больший размер. Статья 117 ТК РФ. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работникам, занятым на работу с вредными или опасными условиями труда. Минимальная продолжительность дополнительного отпуска – 7 календарных дней. Если есть отраслевое соглашение, коллекционный договор, эти цифры могут быть больше. Статья 92 ТК РФ. Сокращенная продолжительность рабочего времени. Статья ТК РФ номер 222. Выдача молока лечебно-профилактического питания. Статья 30. Главного закона о страховых пенсиях. Сохранение права на досрочное назначение пенсии. Вот. Всего этого люди лишаются. При этом реального улучшения их ухода труда не произошло. Не произошло. Значит, кроме этого, да. Ну, подробно на эту тему и очень хорошо выступил на РКР, который прошел в октябре 2020 года Сергей Александрович Горбушкин, электромонтер из города Электросталь. Рекомендую посмотреть его выступление. По слову, там все льготы, все, так сказать, эти компенсации, которые положены людям во временных и опасных условиях труда, они хорошо изложены. Обратимся, опять-таки, к науке. Что пишет Нижегородская и гигиена и профпатологии. Он отмечает как раз в сопроводительном письме, которое, собственно говоря, сыграло ключевую роль в введении вот этих особенностей. СОУ для работников пассажирского транспорта. Особенностью труда водитель является раннее начало и позднее окончание рабочей смены. Периодическая смена графика работы, в том числе графика движения. По мнению института, это приводит к ломке рабочего стереотипа, биоритмов и нарушению сна. Кроме того, есть и другие данные, в том числе и международные исследования, о том, что сменная работа, любая сменная работа, то есть отличающаяся от пятидневки обычной, она приводит к развитию многих заболеваний, в том числе повышается риск развития сахарного диабета и рака поджелудочной железы. Между тем, признание рабочих мест допустимыми приводит к тому, что дальше работодатель начинает, так сказать, забавляться с продолжительностью рабочего дня, как ему вздумается, в том числе и со сменами. Не стесняются составлять такие графики работы, которые позволяют максимально использовать технические ресурсы за счет здоровья работников. Например, сдвоенные ночные смены. Режим работы 12 часов 12. Казалось бы, вот с октября этого года должен наступить облегчение для водителей. Вышел долгожданный приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 16 октября 2020 года номер 424 об утверждении особенностей режима рабочего времени и времени отдыха условий труда водителя автомобиля. Вот 9 декабря этот приказ был зарегистрирован. Там регламентированы периоды работы, периоды отдыха, причем оговорено в случае суммированного учета рабочего времени, сколько может быть максимальная продолжительность рабочей смены, сколько должен быть междусменный отдых и так далее. То есть, все прекрасно оговорено, и если при этом все соответствие, водители не будут смертельно уставать, и будет меньше тяжелых аварий. К счастью, на спецтранспорте, в пассажирском транспорте работают профессионалы, в основном, да, высокие, которые, так сказать, ценой своего здоровья, они, в общем-то, сохраняют здоровье других людей. Но мы знаем, что периодически такие тяжелые аварии случаются с участием пассажирского транспорта, и это приводит в город где-то меньше, меньшие последствия, естественно, а вот в международных перевозках они приводят к тяжелым массовым последствиям травматизм и гибели людей. Ну, здесь тоже нельзя, так сказать, почевать на лаврах, потому что для того, чтобы применить положение этого прекрасного прогрессивного закона, необходимо, чтобы работодатель ввел настоящий учет рабочего времени. О чем, кстати, на одном из заседаний РК говорил товарищ Бобинов о том, что графики ведутся безобразно и табели учета рабочего времени, то есть время, которое в них записано, но не соответствует фактически отработанному. И это позволяет даже при проверке трудовой инспекции, в общем-то, показать, что нет, все нормально, люди отработали восемь с половиной часов максимум и пошли по домам. На самом деле они работают двенадцать часов, а потом в следующую ночь еще двенадцать. И так никакого здоровья не хватит. Что может на самом деле положить конец этого канала? Для того, чтобы СОЛОД не превращался в мероприятие, ухудшающее положение работников, работникам необходимо. Прежде всего нужен профсоюз, потому что для того, чтобы участвовать в специальной оценке труда, нужен представительный орган работника. Сейчас, в настоящее время, реально это только профсоюз. Дальше, что необходимо выбрать и обучить профсоюзных уполномоченных охране труда, что позволяет закон Российской Федерации профессиональных союзов, организовать на предприятии постоянно действующий комитет, комиссию по охране труда, что также позволяет Трудовой кодекс Российской Федерации и закон о профсоюзах изучить трудовое законодательство в отношении охраны труда. Это ТК РФ, раздел десятый, методика проведения специальной оценки условий труда и сам 426 закон. Законы и подзаконные акты, касающиеся охраны труда в своей отрасли, закон о профсоюзах, правила охраны труда, отраслевое соглашение, образцы прогрессивных коллективных договоров, методические указания профсоюзов-корняков по проведению СОУД, свои должностные инструкции, инструкции по технике безопасности, журнала производственного контроля. То есть, это большая, на самом деле, работа, которая должна начинаться до начала СОУД. К ней надо быть готовым, несмотря на то, что работодатель может, так сказать, время вот этого начала скрывать, хотя не должен по закону, но может, надо быть готовым. Что в прошлом году были приняты дополнения в 426 ФЗ, которые позволяют оспоривать в профсоюзной организации результаты спецоценки труда. позволяют, да, а работникам подавать свои замечания и возражения по поводу СОУД, проведенные на их рабочих местах. То есть, все это нужно делать, и если до этого года казалось, что время упущено, если вам поставили класс 2.0, дальше вы уже из этого не вырветесь, да, потому что 2.0 будет автоматически продлеваться каждые пять лет. То есть, теперь можно подать в профсоюзную организацию, а профсоюзная организация инициирует, должна инициировать, ну, если это нормально, настоящая профсоюзная организация, которая действует в интересах работников, инициировать процедуру повторной специальной оценки труда, с учетом всех тех изменений, которые произошли и в трудовом законодательстве, и в отраслевых соглашениях, с учетом знаний, полученных в том числе и в университете рабочих респондентов, с учетом того, что доносит до работников российский комитет рабочих. Ну, и я призываю вас, завершая свой доклад, конечно, участвовать всех работников, участвовать в процедуре СОВ, заявлять о вредных и опасных факторах на своем рабочем месте, поддерживать свою профсоюзную организацию, в том числе вплоть до проведения коллективных действий. Ну, и, безусловно, результаты СОВ, которые, если удастся, а я думаю, что если работники сплотятся, то результаты СОВ будут в их пользу, об этом свидетельствует ряд побед, в том числе и медиков при участии в профсоюзе действия, то есть можно добиться повышения класса опасности в условиях труда добиться соответствия, скажем так. Мы не добиваемся того, чтобы условия труда стали опасными. Мы добиваемся того, чтобы тот класс, который установлен, соответствовал реальным условиям труда. Потому что иначе никто улучшать эти условия труда вам не будет. Если у вас установлено 2.0, значит у вас уже все хорошо, ничего делать не нужно. Максимум, что нужно делать, это нормализация режима труда и отдыха. Но, как мы видим, и это не делается. И это не делается. Ну и рекомендую также познакомиться с материалами Российского комитета рабочих, в том числе этого заседания, которое было в октябре 2020 года. просчитать постановление, где, в общем-то, достаточно четко изложено то, что необходимо делать работникам и профсоюзам для того, чтобы соус проводилась в интересах работников. И борьба за безопасность каждого рабочего места будет эффективна тогда, когда она сочетается с борьбой за увеличение оплаты труда и сокращение рабочего времени. Спасибо. Благодарю за внимание. Вопросы есть? Пожалуйста. Как вы полагаете, какой транспорт является более вредным для здоровья? Электротранспорт или автомобильный, работающий на бензине и газе? Стоит ли отказываться от последнего в пользу электрического? Галина Васильевна. Галина Васильевна. Ну, если говорить о… Галина Васильевна. Комаром. Комаром? Нет, я уже начал отвечать. Галина Васильевна. Очень хороший вопрос. И здесь все зависит от того, какой это транспорт. Если речь идет об общественном транспорте, то, конечно, электротранспорт, он более безопасный, более экологичный и более, так сказать, рациональный в условиях города. Если речь идет об индивидуальном электрическом транспорте, то это просто такая игрушка для богатых на самом деле, потому что вред, который, скажем так, приносит изготовление, а самое главное, последующую утилизацию электротранспорта, он значительно превышает тот вред, который приносит сжигание углеводородов. Потому что до сих пор еще безопасного способа утилизации вот этих аккумуляторов, к сожалению, не придумано. Не придумано. Да, городской электротранспорт. Несмотря на наличие электромагнитных полей, но что касается современных машин, они достаточно хорошо идут. То есть напряженность магнитного поля внутри, в салоне и в кабине, а в кабине тем более, потому что он находится далеко достаточного двигателя. То есть здесь даже вот в старых моделях кондуктора больше подвергались большему воздействию электрического поля, чем водители. Здесь оно, конечно, существенно меньше отказываться. Что касается от углеводородов, ну их эра когда-нибудь закончится. Я думаю, что и капитализм тоже закончится в это время. Смелое заявление. Я целиком с вами садула. Степан Алексеевич, у вас вопросы? Вот успел. Какова динамика изменения? Что это? Нормативы? Нормативных актов в сфере труда. Нормативных актов? Да. Динамика изменений. Вот была аттестация рабочих мест, да? Динамика же. Да. Была, конечно. Но улучшение только в том, что аттестация шла очень медленно и, собственно говоря, очень мало было к 2014 году аттестовано рабочих мест. Совет пошла значительно быстрее. То есть, если говорить о количественных показателях, то обязали всех работодателей аттестовать, провести спецоценку. Они провели. Другое дело, что провели они в своих интересах и, естественно, положение трудящегося ухудшилось. И многие, многие лишились положенных им рьгот и компенсаций. Поэтому, но здесь надо понимать, что вы же при капитализме и никто вам ничего на блюдечке с голубой каемочкой не принесет. Все достигается борьбой. Те люди, которые, так сказать, понимают важность вот этой спецоценки и понимают, что, собственно говоря, только участие работников, участие профсоюза в ее проведении может повернуть, так сказать, эту процедуру в пользу работников, там люди добиваются успеха, там они и сохраняют свою вредность. Там, где люди относятся пассивно, боятся выступать, боятся, так сказать, слово сказать поперек начальства, но в итоге они работают, так сказать, в тех же самых условиях тяжелых, вредных, опасных, только работают еще больше, за меньшие деньги и меньше отдыхают. То есть динамика изменения нормативных актов, само по себе, да, негативная? Динамика? Нет. Есть негативные, конечно. Определенные негативные моменты были, естественно. Сказать, что она полностью негативная, нельзя. Потому что, то же самое, вот я излагал тот же документ, так называемые особенности проведения соут у работников пассажирского транспорта, по сравнению с изначальной методикой, это шаг вперед. То есть у людей начали учитывать те вредные, реально вредные факторы, которые у них есть. То же самое принятие отраслевого соглашения по автомобильному транспорту, где указано, что вот эти особенности надо распространить на работников других транспортных предприятий. Значит улучшение. Понимаете, улучшение государственного. Я вам объясню почему. Значит происходит следующее. Дело в том, что одной из задач соут было перераспределение, в том числе и финансовой нагрузки с государства на работодателей. Потому что в конечном итоге затраты по выплатам, по инвалидности, по профессиональным заболеваниям, по несчастным случаям и так далее, они ложатся на государство. Поэтому задача была такая. Те работодатели, которые не обеспечивают безопасные условия труда или не могут по условиям производства это невозможно сделать, они должны платить больше и, так сказать, вот эти издержки компенсировать. Поэтому получается, что на самом деле те работодатели, которые проводят соут исключительно в своих интересах и занижают реальный класс опасности, они не только работников обманывают, они обманывают еще и государства. Поэтому государство принимает новые, новые, новые акты, но, к сожалению, все это пробуксовывает. Вот сейчас вот те же самые дополнения в 426 закон, которые позволяют работникам заявлять или подавать замечания и возражения по процедуре СОВА, а профсоюзные организации оспорить. Но можно сколько угодно людям, так сказать, давать такую возможность, если они не будут пользоваться, ничего не сдвинется. Какие самые хорошие законы не напиши. Дальше уже зависит от того, как люди будут пользоваться предоставленными возможностями. Поэтому в 426 законе в 2020 году в нем произошли положительные изменения. Все, спасибо. Вопросов нет. Есть выступающие. Пожалуйста. Верда все. Только я, единственное. До 5 минут. Приветствую. Что касается СОВА. Нами был организован профсоюз в 2018 году. И речь идет о 6 автобусном парке города Санкт-Петербурга государственного унитарного предприятия пассажиров автотранс. Несмотря на то, что у нас, конечно же, присутствовал профсоюз. Это еще в советские времена, их называют желтыми. Для чего? Потребность к профсоюзу, на участии работников, она наблюдалась. То есть, насколько я общался, это, конечно, небольшое количество людей. Несмотря на это, мы организовались, потому что нам нужно было как-то отстаивать свои права коллективно. Поэтому мы пришли к этому, что нужно организовывать профсоюз. Как раз в 2018 году у нас в предприятии проводился так называемый СОВА, специальная оценка условий труда. Я лично, как так получилось, что об этом узнал, я заметил на территории предприятия каких-то посторонних людей с каким-то прибором. В этом году я сразу подумал, что это, скорее всего, будет проводиться СОВА. И да, действительно, через какое-то время уже на станциях, на конечных станциях, где вы, наверное, скорее всего, наблюдали, где там водители и кондукторы находятся, там смена меняется. То есть, сделали круг, два рейса, какая-то пересменка или отдых. Там они находятся. И на столе начальство уже лежит бумага, значит, лист ознакомления с результатами СОВА. И что вы думаете? Вот шапка, открываем, мы там думаем, карты, наверное, карты проведения этих специальной оценки условий труда, там результаты на рабочих местах, ничего. Просто шапка и все. А дальше подписи. То есть, подписи от работников, что они ознакомились. Никто не знал, что это такое. То есть, я не встретил человека, кто бы знал. Да, на эту тему мы сняли специальный ролик. Это еще был восемнадцатый год с Герасимом Иваном Михайловичем. Именно вот поэтому то, что вот у нас проводилось. То есть, я как бы называл это спецоперацией, не специальную оценку условий труда, а спецоперацию. Просто провели, и каким образом, как они должны были, естественно, нас пригласить, рабочников, а это в отношении кондукторов. Само собой результатом вышло, что теперь у них не вредны условия труда, несмотря на те нагрузки, которые испытывает кондуктор в своей работе. Это и ночная работа, и вечерняя работа очень часто. Сейчас не знаю, как практикуется в шестом автобусном парке. Вот я сейчас перешел в первый автобусный парк из-за отдаленности места жительства моего. Там сейчас две смены не проводят. А до этого, насколько я наблюдал, то есть, я был свидетелем того, что кондукторы могут заступать. И очень часто на это шли сами кондукторы из-за вот этой трудности, нищеты вот этой жизни с пяти утра до часу ночи. Это сколько получается? Это более 18 часов, где-то вот так примерно. Ну, то есть, этот ужас, и несмотря на это, их лишили. То есть, я же говорю, что там, как это все проводилось, это большой вопрос. Ну, да, я потом составил заявление, то есть, истребовать, что мы хотели истребовать документы, чтобы проверить, насколько законно это все проводилось. После этого, после этого заявления, которое я подавал директору, ну, директорам у нас состоялся разговор такой неприятный. Ну, само собой, это руководство не нравится, что как-то это посмел работник, что-то там интересоваться, чем-то, возмущаться. Вот. Ну, потом, после этого против меня начались там давления, нарушения, и после этого я был уволен, конечно же, там, год судился, был восстановлен. Вот. Ну, началом этого давления это был вот этот сок, да. То есть, я как бы понимал, что там эта спецоперация, как бы она проводилась, да, тайна, которую работники даже не знали, к сожалению. Вот. Ну, с помощью вот коллективных действий, я бы еще раз благодарю, пользуюсь случаем, партию российско-комиссийского рабочего партии, которая мне вот оказала поддержку, что я был восстановлен. Удивительно, конечно, ну да. Такое бывает, спустя год я был восстановлен. Вот. Ну, резюмируя, да, хочу сказать, почему, одна из причин, почему работники не, как можно сказать, что вот издалека мы можем наблюдать, что некоторые думают, что они не борются за свои права. Это не так. Вот. Если мы берем предприятие пассажиров автотранса, все-таки тут ситуация у нас очень сложная. Я раньше тоже думал, когда только-только к этому начал подходить, не знал, что такое там классовое сознание, борьба классовая, коммунизм, но я вот шел, мне вот, ну, хотелось бы на борьбу все это идти, хотя много еще не понимал. Все на самом деле сложнее. Я вот тоже думаю, а что это работники такие все какие-то пассивные. Это все на самом деле очень сложнее. Все-таки, если мы берем наше предприятие, то борьба идет в одностороннем порядке. Руководство борется просто, вот я вот наблюдаю, в одностороннем побеждает систематически. Вот спрашиваются, для чего коллективный договор пассажиров автотранса? С одной стороны, коллективный договор, он нужен работникам, а не руководству. Ну, зачем коллективный договор, руководство? Нет. Коллективный договор, он в одностороннем порядке был принят. Ну, формально, может, и кто это подписывал. Ну, само собой, вот эти списки, они лежат, что они ознакомлены, все подписываемые. Там более десяти тысяч человек, конечно же, кто там будет не подписывать, все подпишут. А хотя никто не знает, что коллективный договор. Ну, вот пассажиров автотранса, мы берем именно этот конкретный коллективный договор. Доктор, начальникам подразделения, директорам, то есть, дана свобода разбивать единство работников, то есть, подкупать, само собой, своих работников, то есть, доплачивать более высокую зарплату. То есть, это коллективным договором предусмотрено. Это не преступление. Даже если работник кто-то будет возмущаться, ну, соответственно, с коллективным договором, то есть, кому-то могут доплачивать, само собой. А это единство уже разбивается само собой. В таких условиях, то есть, бороться, коллективно вообще, то есть, коллектив собрать, учитывая того, что вообще работник, он как бы сам по себе, он угнетенный. Он перерабатывает. Вот у нас, у водителей, вот как я работаю, у нас даже близко сорока часов рабочей недели нет. У нас, вот если мы берем, у нас введен суммированный учет рабочего дня, несмотря на то, что он ограничен учетным периодом всего лишь месяц, но все равно. Вот я до чего доработал, что я просто отключился у меня мозг, я протаранил автобус. Просто график был составлен с нарушением. То есть, это минимально десятичасовой рабочий день, то есть, на линии. Да, еще есть подготовительно-заключительные мероприятия, которые водитель должен готовить. То есть, он подойти, должен подготовить автобус, пройти медицину, а после работы заправить, мойку пройти. Ну и сами посчитайте, да, какие переработки получаются за месяц. Ну, в один прекрасный момент я отключился. Вообще, эта работа водительская, как вот заметил электр, она крайне очень такая, я ее называю ужасной. Именно потому, что вот эти в три часа, когда ты встаешь, потом ты начинаешь по утрам клевать, ты мучаешь, а ты делаешь так, чтобы не уснуть, не дай бог, тебе еще за пассажирами смотреть, за дорожной обстановкой. Она очень сложная. Хотя мы такие чисто одеты, вроде этот, уголь не таскаем, камни там не разбиваем, кирпич не таскаем, но все равно она, работа вызывает, да, вот. Резюмирую, все-таки что, секунду, я все-таки, да, единственный выступающий, скорее всего, что все-таки работники, они, им всячески мешают объединиться. Не то, что они не хотят. Я раньше тоже думал, что все-таки пассивные все. Нет, им всячески мешают, все козыри у работодателя. Работодателю, у него все есть возможности разъединить нас. Он и этими пользуется, он подкупает. И у него есть другие способы, просто вот, я не совсем подготовился, у него способы просто многочисленные, колоссальные возможности нас разбить. Это мы его возможности или наши обсуждать? Нет, для того, чтобы нам, я говорю, что мы не просто такие пассивные, мы не совсем пассивные, да, но у нас собраться нам тяжело. и чтобы коллективное еще действие, он будет постоянно в подавленном состоянии. И начальство постоянно систематически подавляет, да. Спасибо. Ну все, вот спасибо. Так, красный. Заключите слово, пожалуйста. А можно я? Записавшихся нет. Товарищи, ну, я понимаю, что страшно очень идти против начальства, страшно, что тебя уволят, там, лишат куска хлеба и так далее. С другой стороны, если мы будем все время вот в таком состоянии, так сказать, утираться, да, подвязываться платочком и говорить, что нет, мы такие слабые, мы такие разрозненные, мы ничего не сделаем, ну, так оно и будет, собственно говоря, и будут постоянно побивать. Вооружиться надо прежде всего знаниями. Вот совершенно правильно заметил выступающий, что люди не знали даже просто, что такое соул. Надо знать, что это, надо знать, с чем это едят, надо знать, как должно проводиться, чтобы тебя не могли обмануть. Надо знать вот особенности, если принято, извините, в 15-й год, в 15-м году уже были приняты эти особенности, которые говорят о том, что должен быть организован специальный рейс, специальный рейс по маршруту с выполнением всех, так сказать, функций, которые присущи водителю по должностной инструкции. Вот как должна проводиться соул на пассажирском транспорте. А реально это, да, за кабинеты, за пределы кабинета начальства зачастую это не выходит. Но я хотел бы здесь сказать, что, так сказать, в нашу пользу. Все-таки сто лет назад с лишним, да, там условия труда на производстве были значительно хуже. Это раз. Рабочий день был, ну, наверное, да, как сейчас уже примерно. Мы уже стремимся, так сказать, к царским временам, да. Но отношение к начальству тоже, скажем так, близко. Но все-таки еще в морду не бьют, товарищи. Кто вам сказал? Мастера. Бьют уже, да? Конечно. Конечно. Ну, хорошо. Уже приблизились. И чего? Утираются. Утираются, да? Я этого видел. Значит, и казаки ногайками тоже не лопят пока, да? Но если мы будем так продолжать в том же духе, то начнут. Поэтому, товарищи, есть единственная возможность, если мы хотим, так сказать, спасти себя, спасти нашу страну, потому, чтобы у наших детей было будущее, надо организоваться и надо начать бороться. И начать со своего рабочего места. Тут других вариантов нет. Начать, по крайней мере, с того, что можно делать и где есть… Ну, ладно, я понимаю, что страшно там за заработную плату, страшно там за сокращение рабочего дня. Но здесь, извините, государство, хотя и государство работодателя, оно выступает на стороне работников, фактически. Есть поддержка со стороны Государственной инспекции труда. Можно обратиться за экспертизой. Люди выигрывают в судах решения. Потому что там, где идет ущемление трудовых прав, очень сложно работодателю доказать, что он прав, а не прав работник. Люди восстанавливаются, действительно, на своем рабочем месте и выигрывают дело по условиям труда. Но для того, чтобы все это делать, надо этого добиваться. И начав достигать успеха, хотя бы начав с условий труда, отвоевав то, что у людей отняли, люди получат, и мы получим, прежде всего, стимул в дальнейшей борьбе. Потому что, когда мы достигаем успеха, это сразу повышает самооценку и так далее. Становится все уже не так страшно. Поэтому я призываю активно участвовать в СООД, всех работников, изучить этот вопрос. Профсоюзам нацелиться на то, чтобы СООД проводился в интересах работников. потому что это наше здоровье, это жизнь, это жизнь будущего поколения. Спасибо, Денис Борисович. Значит, объявление. В следующий четверг у нас заключительное занятие в этом семестре. Тема «Сталин в борьбе с троцкизмом». Лекцию прочитает кандидат технических наук Юрков Кирилл Валерьевич. То есть, встречаемся в следующий четверг. Сейчас планировалось это давно, коллекция, правильно я понимаю? Так это не было прочитано. В связи с пандемией, у нас порядка 4-5 занятий мая, апреля-мая этого года, уже принеслись… Может быть, еще даже не этого. Нет, нет, нет. Эта тема, я помню, давно она была. Нет, нет, нет. Вот она зафиксирована на весну этого года. А то, что мы поднимаем в том или ином свете эту тему, борьбы с троцкизмом, это же актуально. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Продолжение следует...